Славянская радио Продолжаем разговор. Славянская радио Продолжаем разговор. Славянская радио и в чате канала YouTube. Как можно достичь того, чего нет, и нет в первую очередь мысленного образа в голове, который впоследствии физически реализуется, что мысль первична? Что скажешь ты по этому поводу? Благодарю. Ну, на самом деле есть люди, которые чисто интуитивно дошли до понимания, что такое призвание, и они не задумывались о том, что это именно их призвание. Я думаю, что вот эта девушка, она каким-то образом, ну, я с ней не согласен, да, что она говорит, но потому что, да, нужно ставить вопрос. Но есть такие люди, которые просто интуитивно пошли по жизни, то есть мир многополярен, возможно, всё, и, конечно, есть такие люди, которые нашли своё призвание, просто интуитивно попав вот в это русло жизни. И они этим делом занимаются и прекрасно реализовались, вот, но, тем не менее, большинство, конечно, людей в наше время, потому что, ну, это знание, это понимание, и этому не учат, к сожалению, да. Есть какие-то такие социальные системы профориентации, где определяют, кто вы, что вы и так далее, но мне кажется, это больше из более тонких таких вещей, метафизических. Можно достаточно чётко определить, что такое призвание, помимо, кстати, тренингов, да, ну, где-то даётся очень чёткое понимание, где-то достаточно расплывчатое, потому что, ну, спектр реализации человека, вот, вот взять круг, да, вот любое направление, то есть нет там таких жёстких сегментов каких-то, да. И это понимание, знание можно почерпнуть, например, там, в астрологии, в гороскопах, его можно почерпнуть в нумерологии, там, где-то ещё в нумерологии есть такое число, число жизненного пути, оно складывается из вашей даты рождения, и оно очень часто даёт такое, по крайней мере, направление, куда двигаться. То есть оно как призвание его можно назвать. То есть я использовал все вот эти штуки разные, очень многие, и гороскопы, когда себя определял, и нумерологию изучал для этого специально, прям читал книжки. Ну, астрология я пользовался просто в качестве клиента, просто давал свои данные, потом читал, изучал, что мне пришло по этой системе, какая информация. То есть можно так, да, ну, вот люди какие-то интуитивно доходят, да, вот частично я с этой девушкой согласен, то есть, да, они вот прошли, но, и, к сожалению, это так, как в нас вкладывают информацию с самого детства, там, родители, школа, детский садик, институт, очень много средств информации, масса информации, друзья, системы всевозможные, ещё более тонкие системы, да, как там эгрегориальные какие-то структуры, да, то у нас очень к какому-то уже более-менее возрасту, когда нужно определяться, у нас, на нас уже висит куча всевозможных программ, не наших, куча всевозможных сущностей, которым, которым важно, чтобы вы страдали, понимаете? То есть, когда человек страдает, он из себя выдаёт гораздо больше энергии часто, чем когда он радуется, и в этом, ну, очень определяющая такая штука, почему вот эти сущности на нас сидят, они питаются, они так же, как мы едят, да, только они едят нашу энергию, наши вот эти эманации, которые от нас исходят, вот. Им невыгодно, чтобы человек был целостен, а целостность – это не только его физическое тело, но и тонкое тело, а если тонкое тело, оно целостное, наше биополе, если там нету дырок, то сущность туда не проникнет никакая, просто потому что нету щелки этой. Вот, поэтому, если вы хотите быть вот целостным, то нужно заниматься не только поиском своего призвания, но и как бы какими-то такими тонкими вещами, ну, это уже совсем, ну, отдельный, большой, огромный разговор, да, и не однодневный, чтобы восстанавливать своё тело, чтобы чиститься от этих программ, чтобы снимать кучу наработанных негативных убеждений, которые в вашу жизнь там вложили, ну, например, там, деньги – это плохо, там, быть богатым – это плохо, да, и если такая программа висит, то, ну, никогда деньги не будут притягиваться, потому что внутри подсознание сопротивляется всему этому, вот. И чтобы пустить вот эту энергетику через себя, чтобы она текла равномерно, изобильно, вот, нужно и чиститься, и призвание тоже – это один из элементов, то есть, когда человек счастлив, когда он получает удовольствие, наполняет энергией своё тонкое тело, энергией ощущений, чувств, наполняет своё тонкое тело, да, то там дырки закрываются, вот эти ляруи всякие, подселения, там, какие-то души там неупокоенные, которые сосут энергией тоже, ну, мы касаемся уже такого тонкого плана, они отваливаются просто-напросто, и человек становится целостным и счастливым, вот. Я согласен и с Олегом, и с той девушкой, с которой он дискутировал, потому что в данном случае Олег смотрит на жизнь со своей точки зрения, он хочет получить сразу комплекс всех необходимых ему знаний, понятий, представлений, а девушка живёт интуитивно, вот просто я доверяюсь тому, что со мной ничего плохого не может быть, я просто хочу жить так, как я должна жить, я исполняю свой долг, который мне предназначен, я исполняю своё предназначение, а какое оно, меня это не интересует. Это вполне нормальный подход к жизни, такой же нормальный, как и у Олега, только у Олега с другой стороны, я хочу всё знать и сразу, и много, и так далее, а девушка не хочет этого знать, но она права в том, что она и так выполнит своё предназначение, если просто будет доверяться этой жизни. И Олег прав, потому что когда он пытается узнать и узнаёт, он более точно выполняет, как ему кажется. Хотя бывает так, что человек узнаёт своё предназначение, и ему в лом в это предназначение впрягаться. И он говорит, ну его нафиг, не хочу я туда идти, не хочу, ни за какие ковришки, страшновато. Такое тоже бывает. Ладно, идём дальше. Реплика из Ютуба, Андрей Попов. «У человека физическое тело и сознание, а у души — подсознание. Пока физическое тело живёт, душа всё время с ним. Потом душа — это просто дух подсознания, хранится память обо всех прошлых жизнях». Вот такая реплика. Идём дальше? Да, хорошо. Вопрос эфира от Жени Макаровой. Какое ваше отношение к Зеландову, его трансферингу? Мне кажется, что он очень доходчиво для материального мира донёс Шарии Упанишады и ведические знания. Но он при этом всё время подчёркивает, что Бога нет. Зачем? Ход пиар? Как это? Бога нет. Точка. Давай, отвечай. Ну да, я читал Зеланды, конечно, и тестировал все практики, которые он предлагает. Они работают, конечно. Но вот, да, загвоздочка по поводу Творца достаточно сильная. Вот, кстати, проходя вот этот же Тета-хиллинг, о котором я уже говорил, там используются те же самые техники практически, о которых говорит Зеланд, но с одним условием. С таким условием, что всё это делается через Творца, как источника всех энергий. То есть у Зеланда, получается, куция система. Откуда берётся вот эта энергия для формирования реальности через намерение? Он как бы не говорит об этом. Моё ощущение, что он пытается просто замкнуть найденный вот этот инструмент на себе. Потому что каждый человек творец, как я говорил, по праву рождения своего. И мы, как бы, частички Бога, и мы точно такие же Творцы. Наша задача в этой жизни просто, ну, для кого эта задача, да, для, кстати, для тех, кто слушает этот эфир, просто найти вот этот путь к Творцу, выйти из мира дуальности, познать, что такое безусловная любовь, и через это трансформировать, пропускать эту энергию через себя и материализовать реальность. Вот не через боль и страдания, что тоже, как бы, возможно, естественно, все мы этим занимаемся, а через, просто через безусловную любовь. Поэтому Зеланд, да, он просто использует эту штуку как инструмент. Возможно, он просто даже не понимает, что он делает. Просто вот есть молоток, там, да, и можно бить гвозди, да, например, да. Но то, что этот молоток создали люди, какие-то другие там, или, ну, такой, во-во-во-во, другой пример с молотком, что-то не приходит до конца. Вот стоит компьютер, да, и в нем живут тараканы. Хороший у тебя компьютер. Да, да, и вот тараканы живут, там, тепло, вентиляция, там, вот, материнская плата работает, там, жесткие диски, от них исходит, там, это самое, тепло, исходит, там, лампочки какие-то светятся, там, пыль, там, мягко по ней ползать и так далее. Вот, но таракан никогда не поймет, он, и он использует этот инструмент как дом, да, вот он там живет в этом доме, ему хорошо. Такой дом в стиле хай-тек. Да, хай-текский дом. Но он никогда не поймет и не сознает, если не задумается, а кто создал этот дом. То есть, да, вот оно работает, его можно использовать как дом, но этот дом, как бы, имеет своего создателя. И, если, как бы, там кто-то записал информацию, кто-то создал эти микросхемы, кто-то сделал так, чтобы все это заработало. Ну, то есть, у Зеланды нету источника этой энергии. Понятно. Ответ есть. Он там его, ну, там, он там пытается, там, через сыроедение, живую еду, там, сказать, что внутри, да, из нас эта энергия исходит, но мы являемся чем? Вот опять же вопрос, кто я? Да, частью чего большого мы являемся, вот. И когда мы понимаем, что мы просто, как бы, частички в единой системе, как клеточка у нас, в нашем теле, они являются частью чего-то большого, то есть, являются частью нами, да, меня самого, моя клеточка. И моё там сознание управляет процессами в этой клеточке и то, что там лечит её, если нужно, да. Вот так и здесь вот эта система, которую даёт Зеланд по материализации видения, материализации намерения, она имеет свой источник, откуда вот всё идёт, эта материализация, это творец творит, как бы, всё это дело. Ну, так вот, здесь можно как раз подтвердить, когда мы читали здесь ответ, вернее, реплику от Олега, или вопрос от Олега из Иркутска, то вот девушка не обращает внимания на это, оно есть и есть, да, но при этом она исполняет то же самое здесь. Он говорит, что нет этого ничего, ну, почему нет? Ну, потому что он не чувствует, ну, как можно, не чувствуя что-либо подтвердить, да. Но при этом же многие люди через него приходят к чему-то другому, более высокому, понимают этот мир более расширен, нежели чем он. И благодаря ему многие люди пришли к тому, что он не понимает. Так что каждый идёт своей дорогой. У кого-то есть какой-то предел, он всего лишь на всё что-то транслирует, но это не говорит о том, хороший или плохой. Он просто транслятор, который добросовестно свою работу выполняет, ну, и честь хвала ему за это, как и многим другим. Так что вот эти споры, как у Олега с девушкой возникли, мне кажется, они беспощны абсолютно. Ещё неизвестно, кто больше может принести пользу или вреда. Тот, кто знает, и кто не знает. Да, идём дальше. Да, знания увеличивают скорби. Реплика в эфир от Олега из Ютуба. Вернее так, из Ютуба от Вячеслава Добрейшего. Так вот. Здравия. Думаю, что в наше время быть человеком без увлечения быть овощем, а через увлечение приходит призвание, ведь человек не рождается с определёнными характеристиками. Вот такая реплика. Ну, увлечение, да, это хорошо. И именно это увлечение как раз и говорит о том, что это, скорее всего, может быть ваше призвание. Иначе бы вы им не увлекались. Потому что всегда увлечение – это то, что идёт от сердца, от души, а не от мозга. То есть, вот у меня такой пример был, да, вот что-то мне тут понравилось. Гончарное дело. И вот мне понравились вот эти картинки. Я стал смотреть вот этих горшков там всяких разных, изучать, как там всё это делается. Смотрел, смотрел. Там, ютубик, кучу киношек пересмотрел. И уже понял, как сделать гончарный круг, там, бюджетненько самому, там, ну, для начала, там, печку саму. А потом думаю, дай-ка я пойду, вот, информационную, как бы, информацию я получил. Мозг, скажем так, я его, как бы, удовлетворил, да, потому что для него важна, самое главное – это информация, это как компьютер. Вот. А дай-ка я попробую уже для души. Пошёл, нашёл у себя там в районе гончарную мастерскую, где проводят мастер-классы, и пошёл позаниматься. Прихожу, вот, дали мне кусок глины, фартук, круг. Сел я, начал лепить, и ничего не почувствовал. То есть, вообще ничего не почувствовал. Всё, я тему закрыл. Хотя, там, изучал долго, долго её изучал, не знаю, наверное, недели три, наверное, смотрел, собирал информацию. Ну, не моё. То есть, увлечение, ну, не может быть-то увлечение. То есть, товарищ говорит, что мы рождаемся без принадлежности к какому-то делу. Нет, оно есть. Оно есть обязательно. Не рождаемся с определёнными характеристиками. Ну, наверное, он имел в виду, что, то есть, я считаю, что призвание – это как бы вот данность по рождению. То есть, то, к чему наше, то дело, к которому мы наиболее максимально приспособлены. То есть, мы через призвание реализуем своё предназначение. Поэтому всё очень, ну, для меня всё очень логично. Ну, ты знаешь, здесь всё очень просто. Ведь люди рождаются разными, у каждого свой набор геном. Поэтому, если мы посмотрим на какого-нибудь дядю такого толстенького, плотненького, ну, вряд ли он будет хорошим спринтером, да, такой, если он там по 200 килограмм. Вот. Но при этом он может делать какие-то другие функции, которые худощавый малый, который бегает там 40 километров прекрасно. Вот. Вряд ли он сможет делать то же самое. Кто знает. Кто знает. Нет, ну, я просто говорю, вряд ли. Такое вот бывает. То есть, у каждого есть своё предназначение. Вот в этом смысле. Что один рождается спринтером, другой старым, третий шахматистом, да? Это, конечно. Ну, вот мне просто такой смешной пример вспомнился. Потому что ты говоришь, там, полный дяденька не будет спринтера. Есть Джеки Чан, знаете, такого артиста и мастера. Ну, кто же стрелька Джеки, нечастный. Да. А есть ещё такой вот весёлый добряк и очень толстый. По-моему, Сама Хунь как-то зовут. Он тоже много снимался в этих фильмах. Но он такой, там, раза в три крупнее, чем Джеки Чан. Но двигается так же легко и в этом кунг-фу, как и сам Джеки Чан. Ну, я тебе тоже расскажу такой пример. Хорошо, что ты хоть пояснил, что это не русское. А то, я так подумал, ругаться начинаешь. Ну, так вот, как-то в деревне проходило моё детство. И там коровник был, доилья, и вот доярки там разные были тётеньки уже в возрасте, как правило. И там была одна такая тётенька, очень своеобразной формы у неё была, спины, если смотреть, нижнюю часть. Вот, и в коровниках там такие очень узкие окошки, ну, не знаю, там, сейчас трудно так сказать, но он не очень высокий и какие-то такие вот вытянутые они. Вот, и на высоте вот больше человеческого роста, так, чтобы корова там рогом не выбила и так далее. И вот тётенька такая доит коров, а там случилось такое, что бык сорвался. И бык пошёл на прогулку, вот коровник зашёл доилья. Ну, и гуляет там. Ну, все разбежались, а она то ли там песню пела, сидела, то ли ещё чего, и не услышала, что там кричали бык-бык. Ну, этот бык подошёл к ней, смотрит, она что-то там доит, он её так тихонечко раз по спине, а она такая, ну, там, Зорька, отойди, раз ему по морде. Ты так, не понял, ещё так посильнее, бабахом, говорит, Зорька, отойди, сказала, бахом опять по морде. И тут слышит тот там, бабань, бык, она поворачивается, как увидела такую морду быка перед собой. Так вот, она одним прыжком умудрилась вот в окошечко подпрыгнуть и засесть туда. Вот как раз вот эта вот, вот её вот нижняя часть задняя, она там ровно вместилась. Её потом оттуда трое мужиков здоровых вытаскивали. Как она туда попала, она не помнила. Но то, что три здоровых мужика её оттуда вытаскивали, это факт. Ну, когда мы быка уже, естественно, увидели. Так что я тебе говорю, что не обязательно, что тот, который большой, не будет бегать и прыгать. Просто, как правило, есть какое-то определённое предназначение по телосложению, по генетике, которое, ну, отвечает, что ли, за его функциональные возможности. И иногда бывает так, что человек не умеет просто думать, и шахматистом ты его не сделаешь, хоть ты убейся. Но при этом он замечательно, к примеру, гири поднимает. Но он будет гири поднимать, да. Или наоборот, вот шахматист какой-то заставлять его быть штангистом. Ну да, для ОФП он может штангу поднимать, но на мировой рекорд вряд ли его можно послать. Это как правило. Но любое правило имеет какие-то исключения. Да, имеются исключения. Поэтому я говорю про то, что раз мы все люди разные, то в этом случае у каждого есть разное предназначение в этой жизни. И если генетическая предрасположенность какая-то к чему-то есть, это говорит о том, что есть определённые характеристики для этого человека. Ну, одна ноги короткие, другого длинные. Ну, всё. Но это уже говорит о том, что по-разному они будут бегать. У одного руки длинные, у другого короткие. Когда там голова большая, она в каску не влезает, да, к примеру. Ну и так далее. То есть здесь можно шутить сколько угодно, но суть в том, что если генетический человек для этого предназначен, то у него уже предназначение есть. Уже рамки какие-то так или иначе поставлены. Хотим мы это, не хотим. И пытаться летать тому, кто рождён ползать, мне кажется, не очень правильно. Или тот, кто рождён жить на дереве для того, чтобы там петь, летать, гнёзды идти, птенцов высиживать и выкармливать. Ну, вряд ли ему стоит жить в воде. Так что какие-то предназначения уже есть. Характеристики какие-то от рождения есть. Ну, ладно, идём дальше. Идём дальше. Всем здравия, реплика в эфире. Я, когда закончила школу, не могла определиться, куда пойти. Раньше по весне в газете на последней странице печатали списки заведений учебных, куда пойти учиться. Я взяла газету, закрыла глаза и ткнула пальцем. Попала в педагоги. По специальности почти не работала, зато сейчас понимаю, что с детьми умею очень хорошо ладить. Зато когда маленькая играла и у меня спрашивали, во что я играю, я отвечала. Я журналист, интервью беру. И эту игру я воплотила только в прошлом году. И получаю огромную радость. Я нашла своё призвание. Теперь я на волне. Ура! Вот так вот. Круто. Кстати, преподавательская деятельность, мне кажется, близко к журналистике. Достаточно, то есть, общение, ну, там, с людьми, там, с детьми, много говорить, что-то писать и так далее, достаточно близко. Просто, ну, вот о чём я говорил, да, что когда мы, там, на семинаре ищем своего призвания, то, ну, мы попадаем в какое-то направление. Сейчас, ну, не всегда получается вот чётко определить, но мы уже понимаем направление, в котором можно двигаться. Вот. Ну, прекрасный пример. Прекрасный пример. И очень рад за эту девушку. Видишь, как замечательно всё срастается в этой жизни. Да, ну, всегда так. Так, Дима, вопрос в эфир. А как быть, если нет ответа? Это мы уже задали вопрос. Дальше реплика в эфир от Виталия. Из Эстонии бывает случай, когда тебе поначалу не нравится то, что ты делаешь, но потом понимаешь или осознаёшь, что это твоё предназначение. И становится легче и проще. Ну, вроде как-то мы об этом уже говорили. Ну, я бы добавил так, что не обязательно, что это будет легко. То есть, это может быть и сложно развиваться в своём призвании, выполнять своё предназначение. И, скорее всего, это будет сложно очень часто, потому что, ну, если вы как бы раньше этим не занимались никогда. Потому что всё новое, мозг, у него реакция мозга – это опасность. Любое новое дело, новое место, там новые люди. Ну, часто мозг срабатывает в системе безопасности, которая, ну, очень важная. Она охраняет наше тело от того, чтобы оно не погибло. Но оно врезается в совсем разные сферы жизни. И так. Что-то я выпал, Алексей. Напомни ещё раз вопрос этот. Пожалуйста. Ну, вот начинается. Ну, здесь была реплика, что бывают случаи, когда что-то не нравится поначалу, но потом понимаешь и становишься, что это твоё предназначение становится легче и проще. Да, да, да. И вот о чём я хотел. Да, что не то, что… Ну, смотрите, не нравится. Оно… Ну, вот призвание, предназначение, оно нравится, но оно может быть страшно реализовываться в нём. И эти страхи исходят от того, что очень много заложенных программ, каких-то негативных установок в сознании, в подсознании, да, лежит. И двигаясь в этом направлении, это наша зона роста реальная. Вот и для души, и для тела, и для мозга в том числе, потому что это новые, неосвоенные территории. Но оно как бы изначально должно нравиться. Потому что, ну, мы можем, мы очень как бы мощные создания, мы можем заниматься всем, чем угодно, и даже трансформировать какие-то вещи, которые не нравятся, в то, что нравится. Ну, так, сила воли большая, и я вот, я там не люблю мыть посуду, а я себе говорю, мне нравится мыть посуду. И я, в конце концов, понимаю, что, ну, как бы, убеждаю сам себя настолько, что мне даже начинает это нравиться. Но это не факт, что это моё призвание. Просто часто, я говорю, призвание лежит в той области, в которой мы никогда не выходили из-за вот всех перечисленных проблем, там, подселений, программ и так далее, и так далее, и так далее, которые заложены у нас. И в новом направлении развиваться для мозга – это всегда стресс. Он всегда этого боится, и это больно, бывает страшно. Но самое главное, что вы сердцем чувствуете. То есть, если вот это нравится, да, вот нравится, то нужно идти в этом направлении. Я хочу тоже дополнить. Вот есть такое понятие, что наша жизнь – игра. Вот есть такая интересная игра, не знаю, может быть, неинтересная. Я там путаюсь в названиях этих всяких игр. Игра, кажется, называется квест. Принцип игры – квест. Когда ты ходишь где-то, что-то там набираешь для того, чтобы достичь какой-то определённой цели. Вот бывает так часто в жизни, что для того, чтобы какую-то цель достичь, необходимо пройти какие-то другие промежуточные цели, которые основной целью никак не являются. Но без посещения этих мест, без получения каких-то знаний ты основной цели не добьёшься. Не откроешь дверь, потому что нет ключа. Ты потому что нет ключа, потому что ты не зашёл в какую-то другую комнату, которая тебе совершенно была неинтересна, не нужна. Там какой-то холодильник не открыл, на полочке не взял что-то. В этом что-то лежало при помощи чего-то, почему-то долбанул. Ну и так далее, и так далее. В конечном итоге у тебя в руке появился ключ. Вот здесь вполне возможно часто человек, попадая в такой же самый квест, когда ему необходимо выполнить кучу промежуточных каких-то деяний, для того, чтобы в конечном итоге набрать определённое количество инструментов, чтобы основная его цель жизни была исполнена через предназначение и через призвание. Может быть, так. Может быть, так. Да, и я бы добавил больше, касаемо этой реплики. То есть у меня тоже такой пример. Вот тот же театр, в котором я играю. Я, наверное, стою там в стороне отдельно от всех остальных актёров, которые у нас в труппе. Причём все, абсолютно все, это люди с образованием актёрским, со стажем, с большим стажем и в кино, и в театре, и игре. Играли они там в большие списки. Есть у нас такие медийные лица. Но они все прям бредят этим театром. Они прям наслаждаются. Для них на сцену выйти — это их призвание. Для меня театр — это инструмент. Это инструмент, о котором ты сейчас говорил. То есть для меня это было жутко страшно. Выходить на сцену — это каждый раз такая борьба с собой. Но я просто прокачал этот инструмент. И я вам говорил в начале, кто ещё сначала слушает, что я там начинал свой путь с проработки страха публичных выступлений. И вот, по сути, я там провожу тренинги и играю в театре, вот в эфире выступаю. Ну, я просто выдохнул, и всё, в какой-то момент. То есть театр для меня — это как инструмент для того, чтобы уметь общаться с людьми, уметь не комплексовать, а вот войти в поток и доносить свою мысль. Потому что когда человек проходит через страх много-много раз, он всё становится как бы ему не страшно. И вот для меня вот о чём мы сейчас говорили. То есть театр является вот таким путём между начальной точкой и моим призванием и предназначением. Я вот так считаю абсолютно точно. Хорошо, благодарю. Дальше реплика от Виталия из Эстонии. Рассказать о тренингах не значит прорекламировать тренинги. И реклама — это навязывание ненужной информации или ненужного товара. А рассказ о впечатлениях или рассказ о тренингах — это не является рекламой. Да, Виталий, я просто могу. У меня очень много открытий и результатов после разных тренингов. И я могу говорить об этом очень долго, правда. Но в формате нашей беседы о призвании я считаю достаточно, что я сказал. Если вас что-то интересует более подробно, Алексей потом вывесит мои координаты. Можете написать или мы с вами свяжемся по скайпу, как угодно. Я вам с удовольствием расскажу. Почему я люблю делиться с хорошим человеком? Ладно, идём дальше. Реплика в эфир от Тианы. Здравия, Алексей и Андрей. Андрей, вы упомянули, что занимаетесь нумерологией. Я сама серьёзно увлекаюсь астрологией и немного связана с нумерологией, так как в некоторых аспектах науки перекликаются. И как раз те люди, которые не могут найти себя или же почувствовать, что им творцом заложено, что им же, как говорится, на роду написано. И можно составлять, как и психоматрицы, на основе исследования имени и судьбы, на основе цифрового анализа. Также с помощью данных наук можно прогнозировать жизненные события с помощью чисел и натального гороскопа. Ведь все мы, по сути, в матрице. А кто, то это называют хроникой Акаши. Но суть в том, что программа заложена каждому. А как эту программу прокачать и улучшить? Всё зависит лишь от нас самих. Но подсказки нам всегда на руки даны. Их лишь нужно уметь видеть. Согласен? Да, вот девушка подтверждает всё. Мои слова, да, абсолютно согласен. То есть кто там не чувствует, обращайтесь. Ну, вот я говорил, либо к нумерологии, астрологии, если недостаточно информации. Просто это как информация идёт. Я вам говорил, что такое тренинг, да, и что такое книжку прочитать. И нумерология, астрология, она даёт просто информацию, набор букв. Вы ничего фактически не чувствуете. Тем более, если вы не чувствуете, ну, как бы люди обращаются к нумерологии, к астрологии, потому что они не чувствуют своего призвания. Да, вот. Какие-то вот такие вот рычаги в виде тренингов, они позволяют именно почувствовать многие вещи. И это более ценно. И я всем как бы всегда рекомендую, если вы хотите что-то в жизни своей улучшить какие-то, прокачать мышцы, ну, в голове, понятное дело, то идите на тренинги. Ну, и даже не в голове, если обращайтесь к специалистам, которые владеют данной техникой. Да, ну, всё, согласен с девушкой, да-да. Да я считаю, что для каждого, опять же, различные совершенно пути. Кто-то напрямую обращается к роду, кто-то напрямую обращается к высшему, я или там ещё к чему-то такому. То, что с человеком многим непонятно. Кто-то пользуется какими-то дополнительными средствами, когда не получается получить какой-то ответ от кого-то. Кто-то просто ни во что не верит и живёт так, как он живёт. Главное, чтобы жили по совести. Вот, мне кажется, это самое главное. Жили по совести, в ладу с природой, и тогда это уже будет всё хорошо. А вот какими способами вы получаете знания о своём предназначении, это уже, наверное, и чисто индивидуальный такой вариант и подход. Мы здесь только о них говорим, об этих вариантах и подходах, потому что не можем дать одного какого-то главного совета всем и каждому, как себя вести, как жить и что чувствовать. Дальше реплика в эфир от «Вентарь подсолнух». У меня возникла мысль. Возможно, что те, кто ищет своё предназначение и призвание, уже его нашли, но просто не осознали, что их деятельность соответствует тому, что предстояло прожить их душе с позиции их наставника, высшего «Я». И всё, что следует, каким бы оно ни было, лишь прохождение определённого урока на данный период развития. Вот такая реплика. Правильно ли я понял, что вопрос звучит так, что те, кто ищет своё призвание и предназначение, они уже как бы его нашли, только не понимают этого? Ну, похоже, что именно так, да. Совсем понятно. То есть отсюда выходит, что их призвание и предназначение, в поиске призвания и предназначения. Ну, они уже находятся в этом предназначении, просто ещё не осознали, они ещё не осознали, что они уже в этом предназначении находятся. Ну, например, как рыба, она плавает в воде, и она в этой воде плавает, она не может эту воду почувствовать, только она чувствует, когда её из воды рыбак уже вытаскивает. Они находятся на пути, и это уже хорошо. То есть человек, который ищет своё призвание и предназначение, он нашёл свой путь, вот этот выбрал его, и это важный путь жизни, ну, он важнее, чем все остальные, на самом деле. И он уже движется к своей цели. То есть, возможно, и да, и нет. Возможно, он уже чем-то занимается из вот этого понимания своей жизни, а возможно, и нет. То есть, и да, и нет. Так, дальше Вентар Солнах написал, а мы разве не бессмертные и так? Когда ты, видимо, там говорил про бессмертие, он что-то такое вот вкралось в его сознание. Такая мысль. Ну, душа бессмертна, да. Если как бы говорить об этом, тело смертно. Ну, и тело бессмертно, если мы этого захотим очень сильно. И, ну, отдельный разговор о бессмертии, давайте по призванию. Ну, правда, это большая тема. Хорошо, хорошо. Как скажешь, идем дальше. Проходил вот тренинг по татахилингу, да. Ну, вот там, говорят, да, мы можем сделать свое тело бессмертным. Ох, не наскучит ли. Я целую неделю учился, да. Молодец. Эльфы вам бессмертные тоже уж делись куда-то же. Ну, видимо, да. Видимо, поняли, что здесь им больше делать нечего. Когда-нибудь все приедается. Даже самая вкусная пища когда-нибудь может осточертеть, если ее подают в одно и то же время, сто лет подряд в одной и той же тюрьме. Опять икра, хлебушка бы. Ну, да, 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 сразу. Эх, проклятая. Вопрос в эфир от Владимира из Мытища. Андрей, в твоей речи проскочило словосочетание, позволяющее мне распознать источники, использованные преподавателями тренингов. Эти источники говорят, что преподавательская деятельность — бестолковое занятие. Ибо как толковое знание не нуждается в популяризации? Знание — это вопрос энергетический. Есть энергия — есть знание. Нет энергии — нет знания. Ты разделяешь такую точку зрения? Андрей, может, ты перепутал насчет тренингов? Они дают не знания, а несколько неуклюже помогают накапливать человеку силу. А знание — это уже следствие накопления силы. О как! Да, завернуто. Но как я прочел в одной книжке, и я согласен с этим, не в одной даже книжке, а там, по-моему, три книжки «Конкорде Антаровой для жизни». Там как бы великий, там, святой, как он там сказал, что знать — это значит уметь. То есть, если человек не умеет, то он, соответственно, не знает. Я бы как бы вот так вот это всё дело... Ну, мне кажется, этот ответ ближе всего к этому вопросу. Очень он заумный такой, конечно. Ну, так понимаешь, какие у нас вопросы задают? Какие у нас реплики проходят? Конечно, знание — это энергия. То есть, человек, который как бы говорит, просто заучив текст, не пройдя определённый путь, это просто информация, там нет энергии, там даже нет образов. Потому что, когда мы общаемся с людьми, мы понимаем, там, человек обманывает нас, ну, на тонком плане, да, или говорит правду. Потому что, если я говорю верблюд, верблюд, а думаю о слоне, то человек слышит слова, но до него дойдёт образ, потому что мы умеем общаться образами, ну, не вербально, да, до него дойдёт образ слона. И также, ну, если я правильно понимаю этот вопрос, и также как бы при передаче знаний идёт энергия, да, то есть, если за знание стоит умение, то там идёт энергия. Если там это просто прочитанное, выученное и передаётся вот как есть, без опыта, без проверки многократной, да, то это, конечно, просто там энергии нету. Если, ну, я говорю, если я правильно понял вопрос, потому что он так вот так завёрнутый, слишком был задан. Вот. Ну, хорошо, я думаю, что Владимир напишет, правильно ты понял или неправильно. Идём пока дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Глядя на окружающих, наблюдаю, что люди, найдя предназначение, теряют семьи. Как вы это прошли? И что важнее, ведь не всегда супруги служат делу друг друга. Да. Вопрос очень, вопрос очень острый и касается меня в том числе. Не знаю, ну, Лёш, ты знаешь мою ситуацию. Да, знаю. Как бы, я не знаю, стоит ли поднимать. Теперь решать. Да, но на самом деле, ну, вы всё правильно говорите, что когда кто-то из семьи выходит на определённый путь познания этого мира или жизни, он перестаёт укладываться ну, в парадигму своего партнёра. То есть, как мне говорила жена, я женилась на одном человеке, и он меня устраивал полностью, а теперь я живу совсем с другим человеком, и мне это не устраивает. Вот. И да, ну, да, есть, есть такой момент, и я вот иногда обращаюсь и вспоминаю слова великого пророка Иисуса Христа, да, ну, человек достойно уважения, человек достойно уважения, что что-то у него говорил, что семья – это как цепи, да, и для духовного развития, и как там богатый человек не может встать на духовный путь развития, как верблюд не может пройти через игольное ушко, так вот семья является цепями. Именно вот, я думаю, он про это говорил, и вопрос, ну, сложный, потому что трудно отрываться от привыкшего, ну, вот я, например, ну, много, боже мой, примеров даже брать нашу прекрасную балерину Волочкову, да, я просто, ну, вот, у меня остался этот пример, у неё муж занялся йогой, когда она была замужем, и йога – это, там, по-моему, на санскрите путь души к Богу, если брать там, ну, их же там много разных уровней йоги, начиная там с просто физической какой-то, и кончая там целым духовным путём, огромным духовным путём, но, видно, человек через практики йоги начал по-другому осмыслять эту реальность, и это не устроило нашу звезду, и они с ней развелись, то есть, далеко ходить не надо, и среди моих знакомых, а у меня очень большой круг людей, которые вот занимаются саморазвитием, духовной практики, это всё люди, как бы, накопленные вот на протяжении последних там вот этих вот десяти лет моей жизни, и да, присутствует такое дело, но это очень сложно проходить, я понимаю, я сам всё это дело проходил, ну, и самое обидное, что часто люди попадаются в семьи из разных варн, когда жена там, например, варне ведущих, а муж варне тружеников, да, или наоборот, ну, если брать так совершенно разнополярные, и тогда один супруг занимается саморазвитием, а другой, ну, просто не принимает это, и не понимает его вообще никак, и это и приводит к скандалам, к разводам, и ну, вот, мой единственный совет, как бы, и я, как бы, против, конечно, разводов всяких, но тут судьба такая, как бы, ну, если вы такой умный, то создайте для там, или умная для своей половины такое, если вы не хотите терять этого человека, ну, огородите его, скажем так, от этой информации, и не надо его вовлекать, вот, в то, чем вы занимаетесь, и удовлетворите его потребности, которые касаются его варны, чаще, чаще всего, там, ну, если брать варну дружинников, для людей это важно, там, безопасность, там, надежность, там, материальное обеспечение, если вы, как бы, сможете обеспечить вот своей половине это, то она, как бы, им будет по барабану, чем вы там занимаетесь, лишь бы ей было хорошо, вот, если вы пытаетесь вовлечь человека вот в ваши духовные поиски, а ему это не нужно, ну, это будет вызывать просто озлобление, агрессию, и это приведет, ну, сами знаете, к чему, так вот. Как-то так, да. Согласен, согласен. Дальше, дальше, про супругов поговорили, реплика эфира от Виталия из Эстонии, ну, в прошлой жизни, если вы творили добро, то в этой жизни вам будет легче. И еще одна, надо объединять или искать общего в профессии и делать все на благо своего рода. Вот такие реплики. Дальше, из Ютуба Вова Мир. Вопрос эфир. Что такое прошлые жизни и как они могут существовать, если все есть одно, сознание и Бог, если одно и то же, так же, как и человек и Вселенная, и Бог, и сознание. Все едино. То есть, что такое прошлые жизни, в кавычках? Ну, это не совсем касается темы нашего разговора, но тоже вопрос достаточно большой, но я уже говорил, да, что, ну, с одной стороны, там, если касаться того измерения, где существует мир богов или вообще, где находится Творец, там нет ни времени, понятно, ничего, там все едино происходит в один момент, и прошлое, настоящее будущее, и так далее, и так далее, и так далее, мир как бы имеет разные структуры, и на нашем уровне есть душа, которая проходит разные жизни, проходя там через минеральное царство, царство растений, накапливая опыт вот в одном существовании, материальным в другом, в третьем, получая, переходя в мир людей, выше, там еще выше, там мир богов, и так далее, и так далее, и так далее, то есть путь развития души очень большой, вот, и прошлые жизни, да, те жизни, которые душа прожила там в тех или иных апостасях, их там может быть много, ну, скорее всего, их много, потому что, чтобы дойти до уровня человека, нужно пройти все другие уровни, есть души, которые молодые, которые растут, есть души у нас воплощенные, которые с других уровнях, с верхних уровнях, то есть там с божественных, с пятого божественного уровня, например, или там, где там все наши мудрецы, там аватары, пророки находятся, да, то есть оно пришло получать на наш уровень планетарный опыт определенный, который там нельзя получить, потому что там совсем другие, как бы, вибрации, энергии, нужно вернуться, получить здесь этот опыт, и так далее, либо те молодые души, которые просто изначально проходят опыт, первоначально, условно говоря, ну, очень большая тема, и она касается очень многих там концепций различных, и религиозных, и мировоззренческих, и так далее, кто-то вообще не верит, что есть там очень известная, как бы, структура, что вообще нету там никаких жизней, реинкарнаций нет, отменили на этом пятом Никейском соборе в 1925 году, понятие кармы, реинкарнации, и всё, живём без неё. Мы всё счастливы и довольны. Мы всё счастливы, так проще, да. Зато вопросов не возникает. И как говорит один Ламат, вы знакомы, не парьтесь, парься в бане. Русские бани, тема хорошая, что в них можно париться. Дальше. Я вот Вове тоже хочу от себя сказать, Вову Мир, дело в том, что если мы рассматриваем всё в целом, то в этом случае тогда мы давайте уже будем отметать всё земное. Но отметая земное, в этом самом случае вам не надо здесь ни кушать, ни спать, ни в туалет ходить, ни быть ребёнком, ни умирать. Давайте определимся, всё-таки мы здесь на Земле существуем, живём, или не существуем, не живём. Если мы живём и существуем, мы должны учитывать те реалии этой жизни, в которой мы существуем и живём. Вот. То тогда, если мы их учитываем, мы становимся цельными. Цельными с точки зрения жизни на Земле, ощущение того, что там происходит, и накопление опыта, информации, которая нас окружает, которая здесь есть, и с точки зрения того всего, о чём вот ты написал, что всё у нас едино, и Бог, и сознание, и Вселенная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы иногда себя замыкаем в какие-то определённые рамки, исключая что-либо другое. Кто-то отвергает Бога и заключает в себя рамки человекообразного существа и говорит, что это и есть человек. Кто-то исключает человека и говорит, что человек — это только душа, и всё вот это, остальное его не интересует, и я буду заниматься только развитием души. А кто-то говорит, что и душа — это всё ерунда, потому что есть Бог, вот это вот всё Он создаёт, и поэтому всё Ему подчинено, и меня не интересует ни душа, нет, я всего лишь навсего служу, вот Богу, всё. Вот и то, это другое, и третье, несмотря на их различные глобальные замашки, то есть вселенские, они, ну, как бы ущербны, ущербны. Человек, на той человек, что он должен воспринимать, должен, именно в данном случае, вот это слово не просто так употребляет, должен, это его долг, воспринимать мир, какой он и есть. И то, что существует безвременные миры, где нет прошлого, настоящего, будущего. И есть мир, в котором мы находимся, где есть и прошлое, и настоящее, и будущее, где нужно вовремя поездить, где нужно вовремя сходить в туалет, где нужно помыться, быть маленьким, взрослым, родить кого-то или ещё что-то сделать и в конечном итоге умереть. Если всё это есть, давайте воспринимать целостно. Не будем себя из контекста выдёргивать, из какого-то там общего выдёргивать и замыкать себя в какие-то рамки, пускай и эта клетка будет золотая. Но мне в золотой клетке делать нечего. Я думаю, что как-то так. Идём дальше. В эфир от Виталия из Эстонии. Реплика. Когда меня спрашивают, какая ваша профессия, вопрос, а какая вам надо? У меня несколько профессий. Я занимаюсь всем на благо своего рода. Молодец, Виталий. Идём дальше. Елена, 777. Вопрос в эфир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое предназначение у женщины? Благодарю. Можешь ответить на вопрос, Елена, 777, про женское предназначение? Ну, да, конечно, можно ответить. Но у нас есть, скажем так, как у людей, первое предназначение это согласно нашему телу. То есть у мужчин мужское, у женщин женское. То есть мы развиваемся согласно нашему телу, если как бы нет каких-то кармических там перепутанностей, которые тянутся и проявляются в виде вот модных сейчас всяких разных в Европе направлений и течений по цвету радуги. Вот. Ну, а дальше вы просто так же развиваетесь, дальше уже включается уже предназначение такое же, как и для мужчин, абсолютно все равно. То есть, ну, абсолютно никакой разницы нет. Так что вот все, о чем мы говорили, точно так же касается женщины. Если переходить на следующую ступень после того, что вы женщина или вы мужчина, они там, конечно, имеют какие-то свои разницы. Вот. Но, тем не менее, то же самое абсолютно. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, есть то, что вселенское общее, есть то, что уже делится на мужское и женское, и есть уже воплощение то мужского и женского. Естественно, что если мы говорим про вселенское, то разницы никакой, по сути, дела нет. Всё это от Бога, всё это от Первого Творца, всё это от Всебога, там Рамхи, как там Гугода называйте, и так далее. Кто же опускается наоборот в низменную часть, тот говорит, что очень чёткое разделение и женское и мужское. На мой взгляд, здесь надо учитывать и то, и другое, и третье. И когда вы это всё складываете, тогда становитесь цельным человеком. Но в первую очередь человек себя здесь должен опознать с точки зрения физиологического тела, и на это даётся определённое время с рождения до взросления. Дальше, когда он уже начинает быть ответственным человеком, он уже проявляет внимание своё, не только на человеческое, но и на что-то духовное пытается здесь себя выразить. Хотя с детских, с детских, вот сейчас не могут упрекнуть, вот я там типа божественное пускаю. Нет, с детских пор с молоком матери, то, что говорится, в него обязаны старшие вкладывать понимание вселенского устройства, божественности и так далее. Но ребёнок, он никакого не прилагает к этому участию. То есть он в игре это всё познаёт, или это всё передаётся ему, это всё передаётся с точки зрения из прошлых жизней, или по его каналу, или по родовой нити, или по потоку. То есть здесь заслуги нет. А вот когда он уже становится постарше, он должен уже прилагать силы, исходя из того, что он познал свою физиологию, исходя из того, что он узнал от родителей, исходя из того, что ему передаётся по каналу, по родовым связям, по родовой памяти, по генетике и так далее. И в конечном итоге он должен это всё познав, чего-то уже, что-то уже начать отдавать, что-то уже здесь начать создавать. То есть он становится мастером, который здесь что-то создаёт, передаёт, воплощает и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь всё смешивается. Но опять же, если физиология… Обрыв связи. Помнишь, я прервался, там про физиологию мы говорили. Но моё мнение не очень, наверное, интересно. Всё-таки сегодня докладчик и сказитель ты, поэтому я думаю, что тебе было бы хорошо продолжить. Мы говорили про физиологию мужчины и женщины? Да-да-да-да-да. Ну, по-моему, уже всё сказали. Всё уже раскрыли. Пол полно добавил, да. Хорошо. Так, ну что, давай посмотрим, какие ещё вопросы. Правда, с телефона мне не очень удобно читать, но я попытаюсь. Так. Сейчас прокручиваю, прокручиваю, прокручиваю. Так, это ещё до этого не дошли. А, ну вот, вот нашёл. Так, Владимир Азмытич, вопрос в эфир от Владимира. Андрей, так как людям записаться на твои тренинги? Ну, если кто-то хочет посетить тренинги, есть сайт, на нём информация находится, как это сделать. Нет, твой сайт это не цепил. Твой сайт? Да, путтдуши.ру. Путтедуши.ру. Хорошо. Сейчас я потихонечку уже подключаюсь к серверу, так что, думаю, недолго нам осталось ждать. Ну, в этом режиме пока продолжу вопрос тебе задавать. Из Ютуба реплика. Вячеслав Вседобрейший. Если таракан поймёт это, он оденет трусы и уйдёт в северную. В серверную, вернее. То есть, помнишь, мы с тобой говорили о чём? Что у тебя есть компьютер, где живут тараканы, всё нормально, всё хорошо, но вот по каким-то причинам тараканы не понимают, для чего нужен этот компьютер, они просто как живут в таком супернавороченном доме. Ну, используют, да. И вдруг что случится, на твой взгляд, если таракан поймёт, что это всё-таки компьютер, что дальше с ним будет? Ну, к сожалению, он не поймёт, как нам фактически не дано познать Бога вот настолько, насколько это возможно. Ну, настолько... Нам невозможно понять Бога настолько же, насколько таракану невозможно понять компьютер. Потому что мы видим, ну, таракан видит какие-то там железяки, какую-то лампочку, какой-то свет, но туда ещё заложена информация, куча людей, там есть на жёстком магнитном диске запись в виде магнитных каких-то точек Тереда, которые несёт информацию, есть там биос, в микросхеме есть память и так далее, и так далее. То есть, ему просто такие детали он не может понять. И также мы не можем понять, насколько сложен Бог, мы просто можем использовать инструменты. Вот про Зеланда же... Был вопрос про Зеланда, да? И этот пример приводился. Есть инструмент, можно его использовать. ну, как бы источник можно... Вот он работает, мы его используем и всё. Дальше как бы мы просто не познаваем это, к сожалению, на нашем уровне. Не те у нас сдачи, да, сейчас. Ну, то есть так, есть какие-то ограничения в познавании. Для таракана это то, что он же в компьютере не понимает устройство компьютера, для чего он и так далее. А для человека есть декое ограничение. То есть, так или иначе, ты подводишь такую сравнительную черту между тараканом и человеком. Я нисколько не обижаюсь на это сравнение, мне оно понятно, но как бы наши радиослушатели это не обились. Давай сейчас сделаем так. Я поставлю музыкальную паузу и переключусь уже с телефона на основной вещатель, чтобы у нас звук был получше. Хорошо? Хорошо, конечно. Итак, слушаем опять очередную песню про весну. Всё-таки весна идёт, весне дорогу, а тем более уже равноденствие пришло, славянские праздники вовсю. Ну как про весну не вспомнить в очередной раз? Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 21 марта 2017 года, вторник, по одному из старинных, 20-й день, месяц пробуждения природы, 7525 лет и четверик. Как найти своё призвание в жизни? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Андрей Кожарский, автор-сказитель. И мы продолжаем отвечать на вопросы, которые в чате Народного Славянского Радио уже появились и которые также появлялись на канале Ютуба Народного Славянского Радио. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Что иными словами? Это иными словами природа человека. Непонятно, к какому месту реплика относится. Идём дальше. Солнце. Есть ли к этому какое-то предрасположение? Не понял, к чему к этому, но, скорее всего, про призвание мы говорим. Может быть, это имеется в виду? Дай попробуем так развернуть ответ. Ну да, я уже говорил, что каждый человек имеет предрасположение какому-то виду деятельности, какому-то роду занятий. И у всех оно абсолютно разное. Ну, конечно, бывает и похоже. Конечно. Потому что мир так устроен, что не можем мы... Кстати, есть очень интересные публикации в литературе современной. Например, у Акунина есть роман или повесть, как она назвать, не знаю точно, Азазель. Она вроде так не про очень хорошие вещи, но там как раз говорится о призвании, что тоже вот там отрицательный персонаж такой есть, но тем не менее там женщина собирала детей беспризорных с улицы, и они там разными способами искали призвание у каждого человека, у каждого ребёнка, и потом растили этих детей. Ну, там были меценаты, кто поддерживал эту школу. И потом эти люди вырастали очень мощными. Кто-то был адмиралом, кто-то был великим политиком, кто-то был великим преступником. То есть даже до такого. И вот там вокруг одного такого преступника с ним и Раст Фондорин схлестнулся. И чудом, скажем так, он его победил в этой схватке. И, конечно, там всё закончилось плачевно. Там накрыли потом эту школу. И потом, как последняя картинка, Раст Фондорин едет, по-моему, в карете и видит там детей, нищенствующих в обтрёпанной форме из этой школы. Но, тем не менее, не берём как бы негативные аспекты этого произведения во внимание, но просто как сам факт, он вот так или иначе даже вот в какой-то такой литературе он муссируется. И вот очень интересно за этим наблюдать и смотреть, как всё это описано. Есть, есть призвание у каждого человека. Надо только его найти. Хорошо, идём дальше. Реплика эфира из Ютуба от Евгения. Желание знать многое отлично прокладывает дорожку с меньшими преградами для творения будущего. Да. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфира от Александра. Может ли быть так, что предназначение программируется родителями при зачатии либо воспитании? Ну, как я уже говорил, что предназначение, оно как бы выше этих вопросов. То есть, душа приходит в этот мир, в определённое тело, к определённым родителям, уже как бы заданным предназначением. Всё это, скорее всего, предопределено. И предопределено таким образом, чтобы человек прошёл некий опыт, проиграл вот эту игру, о которой играл Алексей под названием «Жизнь» на планете Земля, вот с теми параметрами, которые он выбрал, ещё душа выбрала, ещё не родившись здесь в конкретном теле, чтобы получить определённый, конкретный опыт. Вот определённый опыт. У каждой свой в душе опыт. И как я уже говорил раньше, что если душа этот опыт не проходит, не реализуется по своему признанию, то начинаются очень сильные страдания. Эта душа сама фактически начинает давить на другие компоненты человеческого тела, как там мозг, сознание и так далее, и вынуждает вот тем или иным образом всё-таки начать работу. У кого-то это получается, у кого-то этого не получается, и он дальше решает эти вопросы в следующей жизни. И так далее, и так далее. Хорошо. Вова Мира, реплика в эфир. Значение слова «знать» есть «уметь». В этом смысле была фраза в книгах, которые вы прочитали. Дальше. Вопросы? Это реплика, так написано. Хорошо. Дальше. Нет, ты можешь её прокомментировать, можешь не комментировать, делай твоё. Я просто уже отвечал на него, что эта фраза, она говорит о том, что знание – это не просто информация, это информация, которая исходит из некого опыта, который прошёл, вопрос касался преподавания какого-то или тренерства и так далее. То есть, если это просто набор букв, то оно за собой ничего не содержит, в том числе энергии. Если это знание, информация, основанная на пройденном опыте, то это гораздо полнее и полезнее для тех людей, которые чему-либо учатся. Как наши предки говорили, про здравомыслие, что нужно почитать в писаниях, спросить у ведущего человека и попробовать на своём личном опыте всё это дело, эти знания проверить, вот тогда это будет такой комплексный опыт, и его можно передавать людям, нежели просто ты прочёл где-то и просто пересказал, тогда там за этим ничего не стоит. Ну, как-то так. Понятно, да. Дальше. Наталья, вопрос эфир. Очень-очень боюсь исполнить своё призвание, потому что это очень ответственно, но не знаю, как избавиться от этих страхов. Что вы посоветовали бы со ведущей, куда обратить своё внимание? Ну, вот воспринимайте это как игру. Некую игру. Смотрите, скорее всего, страхи у вас, они у всех практически одинаковые. Первый страх – это то, что вы прожили часть жизни, имеете какой-то багаж знаний, опыта, и вам его трудно терять. И, может быть, призвание, которое вы нашли, у вас нет пока опыта никакого. Это как бы один страх, страх, что не получится, второй страх. Ну, тут на всё это дело ответ такой. Во-первых, играйте, потому что наша жизнь игра, и нужно относиться к ней играючи. Ну, это, конечно, нужно как бы чувствовать вот это состояние игры. И вот я вам, конечно, говорю, я сам это чувствую, но я понимаю, что не все могут это воспринять. Но то, что как бы работает… Смотрите, у вас есть некий опыт. Как это… Фраза есть такая «Лучше жалеть, чтобы сделать, если вы сделали что-то, чем жалеть, если вы что-то не сделали». Попробуйте реализоваться в своём призвании, попробуйте этим заняться. К старому, внимательно, к старому вы всегда сможете вернуться. Всегда сможете вернуться. Даже на предыдущую работу в 50, а может быть, даже больше процентов вас возьмут. И способов реализации в своём призвании их очень много. То есть вы можете жёстко поступить, бросив всё и прыгнуть в океан неизвестности, заняться своим призванием, и вас будут как бы давить, стимулировать, волшебными пинками гнать, реализоваться в нём. Там, ну, просто там, например, финансовая составляющая, да, что вы там денег себе не заработали на предыдущей работе, всё потратили, да, а призвания ещё как бы не реализовались, и вас будет всё время стимулировать, чтобы быстрее, быстрее, быстрее реализоваться и зарабатывать на нём деньги уже, да. И как бы второй вариант, вы можете делать это параллельно. И это как бы один из самых мягких способов. То есть, боже мой, ну, занимайтесь, найдите время, займитесь, попробуйте вот то, что вы называете своим призванием, факультативно, там, вечерами, по выходным, попробуйте, пощупайте, почувствуйте, как женщина, потому что женщины, они очень хорошо чувствуют, какая энергия туда идёт. Если есть там энергия, ну, создавайте это, создавайте это дело, занимайтесь им, монетизируйте его в процессе. Потом, когда почувствуете, что вы можете на него переключиться, переключайтесь. Ну, совсем по-другому будете себя чувствовать. Хорошо. От себя, в общем, ничего добавлять не буду, кроме того, что в своё время была записана, даже два раза была записана первая часть «Родовой нить «Как жить без страха»» с моей стороны на Ютубе можете найти. Это будет как дополнение к тому, что вот Андрей рассказал от себя. Так что идём дальше в следующий вопрос. Да, да, добавлю, есть куча техник, как избавляться от страхов, тренингов всяких. Вот я, говорю, тоже проходил тут вот, всё время к нему возвращались, потому что и это тоже там было. Потому что помогло, да, поэтому возвращались. Да, потому что работает избавление от страхов, причём многие страхи имеют, ну, совершенно какие-то корневые, другие глубинные убеждения. То есть страх вроде один, а там вылезает, например, какая-нибудь детская травма, и вы её прорабатываете, и этот страх уходит, и всё. И он вообще больше вас не имеет абсолютно. То есть вплоть до такого. То есть сам страх ещё его разбирать нужно, там глубже копать. Хорошо, идём дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Ну вот поэтому многие души нам завидуют и хотят к нам так, как тут есть время, и благодаря времени люди учатся. А там его времени нету. Ну вот как-то так. Ну да, там очередь стоит, чтобы воплотиться на земле. Это правильно сказано. Вопрос в эфир от Велимира. А может такое быть, что когда ты поймёшь таракан, тараканы кинут, начнут тебя понимать. Всех насекомых попросил уйти из моего жилища на том основании, что это моё жизненное пространство. Они ушли. Иногда муха или комар залетят. Спрошу их, что скажете, когда пойму, значит, прилетели, что мне сказать хотели, и они улетают. Вот как-то так. Ну хорошо, реплика просто, я так понимаю. Ну здесь и реплика, и вас лос. Просто не вижу я. Не, ну а может такое быть, что когда ты поймёшь тараканы, тараканы начнут тебя понимать. То есть когда ты поймёшь тараканов, тараканы начнут это понимать. Я-то могу понять таракана, просто по уровню развития это общение с этим планом насекомых, можно понять. Опять возвращаюсь к прошедшему тренингу, там были техники общения с разными планами, там с камнями, с растениями, с животными. Но таракан всё равно как бы по уровню сознания вряд ли нас поймёт. В данном случае, мне кажется, таракану чётко дана установка «Товарищ, ты не прав, это моё жизненное пространство, вали отсюда». То есть с позиции более развитого, более сильного поставлены определённые условия жизни таракана. Но это не означает, что таракан понял и встал на одну линию и уровень развития с человеком, и они сели за столом обсудить вообще мирный договор, заключить такой пакт о ненападении, разделение территории и властвование на этих территориях. Хоть человеку вот это, а нам вот это. Вот такого не происходит. То есть как мы не можем сесть, например, с теми, кто выше нас по всем уровням развития в данном нашем воплощении, пока находимся в этом теле. То же самое и таракан не может с нами сесть за стол, попить чаю, подписать какой-то мирный договор о мирном существовании. Вот у каждого есть своё предназначение в жизни, ограниченное его физиологическими какими-то условиями бытия. И вот это надо всё учитывать. Тут просто-напросто не было договора с тараканом. Таракан им было объяснено. Ребятушки, вы не из этого двора, не с этой улицы. И холодильник мой я не ваш. Так, идём дальше. Елена777. Вопрос у эфира. Андрей, какую книгу вы сейчас читаете? Какая у вас любимая книга? Ох, я очень много читаю и читал. Я сейчас читаю, но вот у меня после прохождения тренингов по татахилингу дали две толстые книжки, там базовый продвинутый уровень. Я просто как бы восполняю и углубляю информацию и полученную практику. До этого, ну вот у меня там какие-то Зеланды тоже недочитанные, но не знаю, буду ли я их дочитывать, потому что новые знания и полученный опыт, они как бы, ну, выше, чем Зеланд. То есть пройденный этап, да? Да, пройденный этап. Ну, стоят какие-то книжки, ещё там всякие разные. В общем, другим словом, любимой книжки нет. Сказку про Колобок там цитировать не будешь. Да много книжек. Сейчас вот, честно говоря, вот так не вспомню, которые любимые. В общем, ладно, давай так, чтобы сейчас не мучиться ни тебе, ни нашим радиослушателям, есть набор книг, которые полезны, интересны, вычленить из них какую-то более важную, более главную, ты сейчас затрудняешься. Всё. Идём дальше. А то сейчас ты всю полку будешь там перетирать, перекладывать и скажешь там через два часа. О, нашёл. Ладно, идём дальше. Из Ютуба Мидгардземля, вопрос в эфир. А, Мидгардземля, вопрос в эфир. Вот вопрос здесь как-то написано одним словом. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что значит познавать себя? Ну, никак не пойму. Благодарю. Ну, познавать себя, я считаю, это ответить на вопрос, кто я, для чего я здесь, для чего я живу, для чего умираю. Да, как бы вот всё. Ответив на эти вопросы, вы познаете истину. И своё призвание, и предназначение в том числе. То есть, задавай себе главные вопросы, получишь многие ответы, которые, на первый взгляд, с этими вопросами не связаны, да? Да, да. Хорошо. У меня уже 10 лет ушло на какие-то ответы, и они приходят периодически. Какие-то возникают новые вопросы, и касающиеся себя, касающиеся мироздания. Я вот смотри, как интересно, Андрей. У нас большинство людей очень интересно поступают. Вместо того, чтобы ответить изначально на простой вопрос, кто я, ну, казалось бы, куда проще-то, да, кто я? Вот ты же себя видишь в зеркало каждый день, ты себя одеваешь, умываешь, раздеваешь, кормишь, там, писаешь и так далее. Что угодно с собой делаешь. Ну, ответь на простой вопрос, кто я? Ну, казалось бы, да? Нет. У нас начинают искать, что там на Луне, что там где-то в других вселенных, а как там кто-то где-то устроен, а чего там, чего только не ищут, каких ответов на какие самые сложные вопросы. Но первый-то самый ответ должен быть на первый самый вопрос, кто я, второй, для чего я здесь, да, и куда я дальше иду. Без этих ответов, самых простых, элементарных, все остальные, это, ну, будут такие досужие, какие-то праздные, непонятные, зачем и для чего. Да. Если ты не знаешь самого простого, самого главного, куда ты суёшься, человек, в человече, кому грядёшь? Да, Алексей, если вот касаться, дополню тебя, то, что ты говоришь, что, в принципе, вот поиск вот этих ответов, вот по поводу там Луны и так далее, это некое избегание того, ну, ответа на вопрос, кто я, чтобы заниматься именно этим в первую очередь. То есть можно мозг погрузить в кучу очень интересной информации, потому что, как бы, это его сфера получения информации, переработка, анализ и так далее, и так далее. Вот. Но не заниматься тем, что гораздо важнее, и, ну, как бы, куда проще, и куда сложнее ответить на этот вопрос, кто есть я. Дело в том, что нас, мне кажется, нарочито уводят от таких простых вопросов, первичных в жизни любого человека и сталкивают на другую параллельную дорожку, которая не даёт ответов на эти вопросы. Почему? Потому что если человек, любой человек в этой жизни ответит на эти простые вопросы, то он будет уже неуправляем кем-то здесь. А это кому-то здесь очень не нравится, потому что здесь нужно для большинства управить листадо. Ни личности, ни какие-то люди, человеки своей большой буквы, ни азы, ни познающие этот мир, познающие себя и становящиеся там кем-то более высоким, а такие вот примитивные существа. И поэтому нас вот спихивают на другие дорожки, на другие пути, и говорят, что вот умный — это тот, который вот там чего-то познал, а вот это всё ерунда, это всё так. Ладно, идём дальше. Из Ютуба. Олег Луговик. Вопрос в эфир. Ваше мнение о Пятибрате и его глубинной книге. Благодарю. Напоминаю, что в эфире мы не разбираем тех, кого с нами нет. Общие свои суждения мы имеем право говорить, но нисколько на личности не скатываемся. Итак, пожалуйста, вопрос был задан. Можешь отвечать, можешь не отвечать. Я просто не знаю, кто такой Пятибрат. Это такой уход этого вопроса? Или на самом деле ты не знаешь? Нет, на самом деле не знаю. Всё, отлично. Ну вот. У меня такая информация, к сожалению, не могу прокомментировать. Ну хорошо. Я тебе полностью верю, доверяю. И так это было больше шутливый вопрос, репкий с моей стороны. Итак, давай подведём итог сегодняшней нашей передачи. Что необходимо знать и делать человеку, чтобы найти своё признание? Значит, так вот по пунктикам. Что делается свыше? Что должен сделать человек? Прямо просто вот уже не разжёвывая, такую суровую выкладку нашей жизни, представим нашим радиослушателям по пунктам прям. Ну, во-первых, понять, принять, что есть такое понятие, призвание, что мы рождены не просто так, на эту планету, на этой планете, в этом теле физическом. Вот это самое первое. И когда вы начнёте задаваться вопросом, какое моё призвание, поверьте, Вселенная с большой радостью и с большим удовольствием отзовётся на него. Вот. А всё остальное, как бы, это просто дело техники. Дело техники там. Вы можете обращаться в своё детство, ища те вещи, которые вас интересовали, и от которого вы чувствовали себя окрылённым, по вам там бегали мурашки, вы чувствовали, что вам это нравится заниматься. Вы можете обращаться к своим хобби, и, скорее всего, они являются частью вашего призвания в том или ином виде. Вы можете читать книги, приходить на тренинги, как найти своё призвание или что-то в этом роде. Ну, как-то вот так вот. Но самое главное первое, это просто как бы понять, что такая штука есть. Но это так было для меня. Когда я открыл для себя понимание, призвание, всё, у меня вот процесс струнулся. И дальше пошло просто всё сыпаться. Информация, люди, события. Вот. Понятно. Ну, то есть, другими словами, необходимо, первое, понимать, что нету виновных в каких-то происшествиях, которые происходят с вами, кроме вас самого. Если волшебный пендаль вы от кого-то получили или откуда-то прилетело, задайте вопрос, почему прилетело мне? Не стеная, не жалуюсь, не прося пощады, а просто задайте вопрос, этот пендаль ко мне пролетел, почему? Видимо, я куда-то не в ту сторону пошёл. И знайте, что если вы лбом натыкаетесь на стену, значит, перед вами стена, в которую вы уперлись. Это не означает, что вы должны дальше лбом эту стену пробивать. Значит, если пендаль или стена пролетела к вам в лоб, это означает о том, что вот здесь вот у вас какое-то препятствие, которое вам надо как-то хитро или обойти, или найти проход в этой стене. Или это коридор, состоящий из двух стен, по которому нужно пройти. Если вдруг пендаль прилетает сзади, то это может иногда означать о том, что вы слишком медленно двигаетесь, например. Если кто-то вас раздражает, и вам кажется, что какой-то придурок находится перед вами, то иногда следует заглянуть в зеркало и оценить себя. А вдруг? А вдруг это не просто так? Вдруг на самом деле тот, кто вас раздражает, это ваше зеркало? Ну и так далее, и тому подобное. Я сейчас не буду цитировать все умные фразы, которых огромная куча мудрецов уже выложила в своё время в разных религиях, в разных учениях. Это всё можете в книжках умных почитать. Я в данном случае не попугай, который воспроизводит чьи-то фразы, поэтому это неинтересно. Просто так мысли вслух тоже называется. Ну вот, и если вы всё это осознаете, то тогда и ваше признание будет появляться. То есть смотрите на других, зеркальте, или смотрите зеркальте, а не вас. Слушайте, прислушивайтесь, задавайте правильные вопросы, ощущайте и осознавайте то, что ощущаете. И в общем-то задавайте самый-самый главный вопрос, о чём мы говорили. Кто я, зачем я и куда я должен уйти, какое моё развитие, какой мой путь развития. Ну, как-то вот так. Всё, вопросов больше не принимаем, потому что и так уже 3 часа 33 минуты, несмотря на задержки, которые у нас возникли из-за отключения света, электричества. Вот, я, наверное, попрошу тебя сказать что-то доброе напоследок нашим радиослушателям, вот так вот. А потом попрощаюсь уже и пожелаю уже от себя что-то хорошее, доброе. Пожалуйста. Да, дорогие друзья, я вам желаю найти своё призвание, так как вопрос у нас сегодня стоял именно об этом. Почему? Потому что призвание — это то, для чего вы приходите, повторюсь, в этот мир, и это даёт энергию, это даёт радость, это даёт счастье, и вы почувствуете себя удовлетворёнными от этой жизни, вы почувствуете новые горизонты, новые перспективы, увидите их. Много, много об этом можно говорить, конечно, и мы сегодняшний наш, наш трёх с половиной часовой эфиром это подтверждает. Мне, я просто думаю, что вам сказать, такое, чтобы, вы знаете, мне бесконечно радостно видеть тех людей, которые идут и живут по своему призванию, потому что это радостные сияющие глаза, это энергия, которая от них исходит, это улыбки их близких, их клиентов, если касаться профессиональной деятельности. У меня в жизни много таких людей, и благодарю себя в первую очередь, что какие-то из них пошли по своему призванию, ну, как бы, я являлся для них проводником, осознанно или неосознанно, кто-то даже этого не понимает, и этот мир, он становится более интересный, становится более красивый, становится более чистый. Я очень вам благодарен, что вы присутствовали на эфире, потому что вы здесь были не просто так, этот вопрос у вас возник, вы притянулись в это пространство, этого эфира, и я вам желаю больших успехов в поиске своем призвании, в реализации в нем, какие, если у вас какие-то будут вопросы, пишите мне, у меня есть группы ВКонтакте, Фейсбуке, емейл, пожалуйста, я всегда с радостью буду отвечать и делиться с вами своими знаниями, потому что люди, которые реализованы в своем призвании, они это люди, которые трансформируют этот мир, и он становится, правда, он становится лучше, он становится красивее, он становится наполненной любовью, и это чувствуется, и мне это приятно видеть, и я этим делом занимаюсь именно вот потому, что моя душа чувствует, что это правильное направление, что это мое призвание рассказывать людям, участвовать в поиске их призвания, быть проводником, в поиске и в реализации своего призвания. Желаю вам всем удачи, еще раз поздравляю с праздником, впереди лето, зима прошла, все хорошо. Хорошо, благодарю тебя за добрые теплые слова, особо не добавить нечего. Люди, ау, становитесь человеками, становитесь человеком, как это вам и должно быть, познавайте себя, через познание своего призвания вы достигнете тех целей, которые вам надо достичь. На себе прощаюсь, напоминаю, что 21 марта 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 20-й день месяца пробуждения природы, 7525 лет от четверик. Как найти свое призвание, это была тема сегодняшнего живого эфира. Андрей Кожарский, автор, сказитель у нас сегодня был, за что тебе низкий поклон, Андрей, нашим радиослушателям, кто писал в чате интересные вопросы и реплики, как в чате радио, так и в чате Ютуба, тоже низкий поклон, молодцы, так держать, почаще заходите, почаще пишите полезные слова, полезные реплики и нужные вопросы, потому что на их основе мы создаем не только этот эфир, мы создаем и Народное Славянское радио. Прощаюсь, всем добра, до новых встреч, быть добрым, услышимся. Народное Славянское радио Все нужно, все важно.